Белорусская почта выпустила марки с иллюстрациями древнейших почтовых маршрутов. Как разрабатывался проект, сейчас узнаем. Почтовая администрация Ассоциации «Пост Европа», а это около 60 стран, ежегодно издают почтовые марки на общую тему. Как правило, тематика таких марок — культурное или историческое наследие. В этом году выбрана тема «Древние почтовые маршруты», и в этой связи наша почта выпустила две новые марки. На первой марке изображен элемент Розивиловской карты и почтовый маршрут, который пролегал из Вильма в Смоленск. Это начало XVI века, в то время, когда еще не было регулярной почты, но уже была потребность в передаче известий из одних городов в другие. И для этого использовался почтовый гнец. У него не было какой-то определенной одежды, либо атрибутики его отличавшие, но была задача передать устное либо письменное известие из одной местности в другую. На второй марке также показан элемент Розивиловской карты. Почтовый маршрут XVII века из Кракова в Вильна. У меня в руках рисунок Виктора Стощеника, на котором изображен гонец. Это XVII век, он в форменной одежде, которую разработал Рейнгольд фунт Бисинг, специально для почтовой службы. Этот костюм мы попытались восстановить. Примерно, конечно, но все-таки. Здравствуйте, почтальон! Костюм состоит из красного кафтана, зеленого пояса широкого и перчаток. Называются они краги. На восстановленном Белпочтой костюме также имеется декоративная ручная вышивка. Хотя важно сказать, историки предполагают, что в те времена вышивка была слишком дорогая для почтовой формы и использовалась только в редких случаях. Помимо креативного подхода к воссозданию костюма, на Белпочте также идут в ногу со временем и даже разработали технологию дополнительной реальности. Эта почтовая марка еще интересна и тем, что к ней применяется современное мобильное приложение. Скачав приложение AR марка Беларусь, с помощью камер смартфона можно увидеть, как марка оживает и проигрывается специально созданный сценарий. Оксана, давайте посмотрим, как это все работает. Значит, мы включаем смартфон, заходим в приложение. Наводим на марку и смотрим. Появляется карта, на ней почтовый маршрут Краков-Вильна. Да. Когда стрелочка достигает Гродно, появляется почтарь. Он берет почтовый рожок и трубит в него, тем самым оповещая жителей о том, что он прибыл. Почтовая марка в Беларуси печатается с 1995 года. Задача иллюстрации – это образить историю страны, и это довольно непросто. В первую очередь – долгий процесс изучения темы, работа с архивными материалами и документами. Далее – разработка изображения на миниатюре. Все элементы необходимо аккуратно разместить на марке и показать, чтобы не утерять ни одну деталь. Перед нами летопись почтовая в почтовых миниатюрах. Мы здесь можем увидеть от первой марки до последней. И мы можем видеть, как наши марки становились динамичнее и красивее. С приходом цифровых технологий к почтовым изданиям добавляются электронные нововведения. Однако и сами марки остаются востребованными и актуальными. В 2016 году, например, марка с изображением белорусского пчеловода вошла в топ-10 лучших марок мира по версии в Венской международной филотилистической выставки ВИПА, в которой, к слову, Белорусская почта участвует больше 10 лет и регулярно занимает лидирующие места.